Приветствую вас! Итак, вы на канале Лепилкино. Сегодня я продолжаю тему декоративной обработки дерева. В первой части я показывал, как можно сделать интересный поперечный рисунок на рейках, то есть на прямой мнениях изделиях. Делается он просто. Теперь попробуем усложнить задачу и будем делать такие же рисунки, но уже на окривленных каких-то изделиях, допустим, на круге, как вот здесь, или полукруги на полках с радиусными углами и тому подобное. То есть на нестандартных вещах. Для этого я придумал такой вот приспособ. Она тоже достаточно несложная. Фанера. Вот самый главный инструмент пластины, заточенный под нож. Вот сейчас все это посмотрим повнимательнее, поподробнее. Теперь поподробнее о приспособии. Это кусок фанеры 15 миллиметров толщиной. Снизу прикручена планка направляющая, которая ходит по этому пазу в столе. Вот и самое главное, вот эта деталь, это брусок, тоже из фанеры, к которому прикручены две пластины стальные. Здесь двойки обычные стальные, не закаленные. В общем-то, не обязательно. Саморезами прикручены. Они заточены под 45 градусов. Остро очень. Ну, как нож заправлен. Заправлен с двух сторон. Надо учесть, что один нож немножко выступает относительно второго. Миллиметров на 7-8 где-то. Для чего это нужно? Для того, чтобы нам можно было подвести деталь спокойно, чтобы фреза не ее пока не касалась. Подвели деталь, укололи и прокатили по ней. До второго ножа здесь уже идет обработка, так как он ниже по уровню расположен. Тоже укололи. Слегка возвращаемся. Теперь этот защечка вставляем в первый нож и дальше прокалываем. И так проходим по всему кругу. С одним и тем же шагом у нас получается. В это расстояние есть шаг перемещения. Вот. Я не стал делать его регулируемым. Смысла нет усложнять. Потому что вот эта вот вся конструкция, этот брусок, это все просто. Если вам нужен другой шаг, просто возьмите другую брусочек. Даже можно и с отдельными ножами. Потому что ножи сделать их это минутное дело из обычной стали вырезать. Вот. Почему под 45 градусов заправлено? Это для того, чтобы можно было обрабатывать разные толщины заготовки. Ну и потом под таким углом дерево хорошо заходит. Риски остаются легко. Вот. Теперь у нас остаются риски конечно. Они не глубокие. Снимаются обычной фасочной фрезой. То есть фаску сняли и все видно не будет. Дальше. Глубина зареза фрезы регулируется вот этим выдвижением всей приспособой. Относительно этой фрезы. Опытным путем все. Потом приспособа фиксируется струбцинами с двух сторон стола. Все. Она намертво держится. Можно спокойно работать. Ну а теперь покажу как это делается на практике. Я заранее прошел вот эту полочку галтельной фрезой. Вот. Теперь будем делать заходы поперечные. Резạn хороши. Нет. Паречные. Привет. Давай. Давай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...